Ну, уважаемые коллеги, друзья, в прошлом году у меня вышел вот такой вот словарик, и вроде бы я подумал, что репертуар я, в общем-то, многих заимствованных слов, которые вошли в русские диалекты, обозрел. Но, поскольку у меня собрано очень много материалов по разным говорам, ну, по крайней мере, все финогорские республики, и здесь, и только здесь финогорское население, я следовал по-другому причинам. И что же делать? Я решил, что я должен продолжать такого рода работу, но уже по региону. Ага, ну вот, значит, горы Беломорья, вот все эти берега, которые, вы видите на слайде, я более-менее пытался пройти и, в общем-то, прошел с переменным успехом, начиная с 20-х годов. И, в общем-то, появилась вот такая вот, ну, не появилась, она сейчас в процессе работы «Русские горы Беломорья в контексте этого языкового взаимодействия комплексного исследования». Ну, вот как раз здесь все и написано по этому поводу. То, что касается этнических языковых взаимодействий, ну, вот, все это как раз и будет в ней представлено. Ну, там очень большой, ну, как очень большой, для региона это большой словарь, около 12 тысяч словарных статей. Причем я использовал не только свои полевые данные, но и в том числе различные архивные материалы, которые были мне доступны. И в том числе различного рода фольклорные, этнографические и прочие источники, что, в общем-то, серьезно пополнило словник этого словаря. Ну, и вот сейчас я покажу вот записи диалектной речи. Очень много в этой книге будет записей диалектной речи. Вот они разбиты на такие вот тематические текстики, ну, а где-то и большие тексты по десяткам страниц. Ну, по крайней мере, я пытался аутентично отобразить то, что слышал. Ну, типа, вот Северодвинск на наших стенокосах стоит, вот, обследовались деревни рядом с Северодвинском. В общем-то, ранее это была закрытая территория, а вот в 90-е годы появилась возможность там побывать и записать весьма интересные тексты. Ну, вот, а это вот уже конец вот такого рода текста. В 275, видите, последний, шифу, один со стариком. Это просто ради интереса была записана пожилая женщина, которой вот такие были специфические особенности. Хотя она позиционирована себя как русскую, но, скорее всего, что она была финкой. Вот. Дальше. Ну, по говорам Беломорья очень много чего написано. Просто хотелось упомянуть безлимного ушедшего Александра Сергеевича Герда, чьим учеником я являюсь. Ну, не буду, на слайде это все хорошо видно. И, опять же, Любовь Петровна Михайловна вот тоже этим занималась последние годы безвременно ушла. Очень жалко. Много мы с ней работали на одном поле, нередко дискутировали, поскольку у нее была точка зрения одна, а у меня нередко другая. Но, тем не менее, мы вместе делали одно дело. Изучали лексические системы севернорусских говоров. Жаль, что ее не стало. Вот тогда, так сказать, когда начинается детальный их анализ, причем как по полевым данным, так и по различным архивным источникам, то получается, что вроде бы, так сказать, единица была прибалтийско-финская, а теперь мы можем ее более детально трактовать уже как, собственно, ассамскую, потому что семантика употребления говорит именно об этом источнике. Ну, вот как раз здесь это, как мне кажется, видно. Ну, вот здесь сооружение для ловли диких оленей в виде изгороди с узкими промежутками, в которых закреплялись веревочные или кожаные петли, воздвигались обычные места, где проходят те этимологические версии, которые, в общем-то, считались вполне верифицированными. Вот еще, так сказать, саамские материалы. Ну, и, естественно, так сказать, что это же есть, естественно, в корейском языке ханга, словушка для оленей и лосей, ну, и примерно то же самое. Ну, это есть в словаре корейского языка, ну, и в моем словаре то же самое, такого рода этимология представлена. Совершенно иногда появляются очень интересные вещи, которые, ну, в принципе, ну, кажется, не имеют права на существование. Но, тем не менее, вот с карри ножницы, пожалуйста, причем, что есть саамское соответствие, причем, что интересно, что в натазерских, там, кидинских самов, ну, по крайней мере, по лексикографическим источникам такого рода единица не зафиксирована. Ну, а вот в саамском диалекте Лула вот эта единица представлена. Ну, ну, естественно, так сказать, что эта единица, в общем-то, она скандинавского происхождения, имеющаяся соответствие и в норвежском, и в древнеанглийском, и в немецком, соответственно. Хотя, интересно, что вообще, так сказать, в саамском языке, вот, по недавним словарям Антонова и Куруч представлена та единица, которая имеет соответствие в прибалтийско-финских языках. Ну, по-вепски, ровдат, ножницы там, но только уже ножницы для стрижки овец, резкий металл, ну, и тому подобное. Это мы можем найти в словаре вепского языка. Ну, здесь вот как раз показаны населенные пункты, где проживают в настоящее время, ну, это большей частью краснощели, коми-ижемцы. Ну, коми-ижемцы, они появились на Кольском полуорстере совсем недавно, по историческим меркам, в 19 веке, 70-е, 80-е годы, чуть попозже. И, что интересно, что они переселились в результате болезни Копытка, которая разразилась в Ижемской тундре. И вот через горло Белого моря они со своими стадами оказались в Лавазерской тундре. Причем, что интересно, мне стали попадаться единицы ненецкого происхождения в смежных договорах русских. И что оказалось, что опроводниками-то у этих ненцев, у этих коми-ижемцев были ненцы. То есть, они выступали в качестве пастухов этих оставшихся оленяных стад. Ну, и в настоящее время ситуация такая в Лавазере и вообще, так сказать, в Орландской области. Такое существует небольшое противоречие между самыми коми-ижемцами. Но, тем не менее, так сказать, по крайней мере, в отношении анализа лингвистических данных нужно хорошо понимать, что, так сказать, все это достаточно поздние миграционные процессы. Ну, и вот, так сказать, сразу встает вопрос. Я записывал очень много текстов по оленеводству. Ну, причем, что интересно, когда приходишь к коми-ижемцам и спрашиваешь коми, коми, да, как родной язык говорить? А как же? Начинаешь... У меня специальный вопросник, так сказать, где это все на коми... И получается, что ничего, так сказать, не удается аутентично записать только на русском языке. Но, тем не менее, так сказать, для меня это большое благо, потому что в этом случае я уже могу рассматривать единицы коми-ижемски не только как непосредственное проникновение, но как и, возможно, переход их в заимствование. Ну, по крайней мере, это вопрос, в настоящее время требуется еще обсуждать. Ну, вот мы видим нярмодеревянная накладка на полозе саней, и это все записано в Лоузере, в ПЛГО, это, так сказать, мои данные, полученные в ходе полевых исследований. Ну, и, соответственно, мы находим соответствующие коми-ижемские единицы, которые представлены в строительном словаре коми-изерианских диалектов. Ну, все-таки я уже говорил, что трудно иногда трактовать, что перед нами, это, собственно, заимствование или коми-проникновение в русскую речь тех же коми или русских, которые живут рядом с ними. И вот, пожалуйста, все это записано и представлено в текстах. Ко-пы-си, рукавицы, пришиваемые к малясы, копы-си-руковицы. То есть, все это, так сказать, функционирует именно в живой речи. Ну, и, соответственно, мы можем найти различные соответствующие данные коми-ижемского диалекта. Или вот, пожалуйста, там, ну, тут коротенькая иллюстрация. Но, моват, кусают, гнус. Ну, вот, пожалуйста, коми-ном, общее такое слово коми-ном, комар, которое представлено в коми-русском словаре. Очень интересные вещи на Кольском полуострове, которые связаны с различными прозвищами. Будь-то русских, будь-то жителей отдельных деревень или отдельных национальностей. Ну, вот, пожалуйста, на НВЭЙ, прозвище коми-самами. А коми пришли, малицы уже все вместе, из-за этого и коми назвали на НВЭЙ. Это по-самски пришитая голова. Говорит, это не СААМ, это говорит вот как раз человек русский. Ну, хотя и проживает в озере. Ну, и, соответственно, мы можем по словарю Курутьевичу как раз найти соответствующие саамские источники. Ну, когда речь идет о Беломоре, то, конечно, значительная часть жизни связана с морем. Это и рыболовство, и охота на морского зверя, и различные путешествия там на Груманд, Шпицберген, Шпицберген и в Норвегию. Такие рода тексты. В Норвегии все закупали, и посуду, и прочее, и прочее. Ну, и вот, что интересно, что, пожалуй, даже не единичные, а, ну, конечно, не многочисленные, но имеются заимствования из английского, голландского, норвежского языков. Ну, вот, правда, не всегда они бытуют в диалектной живой речи. Но, поскольку я использовал все данные, в том числе и различного рода фольклорные источники, ну, вот, сказки Каргуева, пожалуйста, там, значит, роб, веревка, обрывок каната, которая очень даже хорошо соотносится с английским этимоном. Ну, причем, в ряде случаев, опять же, английское по возражению слова попадает в говор через общенародный лексиком. Ну, причем, это записано мной было в Вильме, то, что относится к территории Карелии, недалеко от Сумпосада деревня. Ну, вот, русское Малискин, это слово имеется в литературном лексиконе. Ну, и, значит, вот, имеется, опять же, этимологическая, такая традиционная уже версия Малискин, Молл плюс Скин, картовая шкурка. Такого рода интересных вещей вообще немало, и очень интересно разгадывать было такого рода кроссворды. Признаю, что не сразу удалось мне догадаться о происхождении этой единицы. Ну, теперь, собственно, уже прибалтийско-финские, корейские источники. Ну, вот, поскольку удалось такой периодический сборник, который выходил в Архангельске, обозрение Архангельской губернии, там очень много различных путевых источников. Люди путешествуют по Архангельской губернии и пишут записки, которые потом публикуют. И вот этот, как оказался, источник очень ценный. И вот оттуда, пожалуйста, точно на крыльях летит кордя. Да, ну, вот, корейские сани. 14-го года запись. Или, так сказать, очень люблю я задавать вопросы про Синокошение. И вот задавал вопрос в Книжой губе. Очень тяжело туда было добираться. От станции 15-го метров пришлось туда обратно идти пешком. Правда, не в один день, но тем не менее. Народу там было очень мало уже местного. Но, тем не менее, были информанты, которые вот рассказали, «Как они перевозили сено на дровнях зимой». И возникло слово «гекки». То есть, сколько лет я обследовал, но только удалось зафиксировать это слово в Книжой губе. Больше нигде. Но, тем не менее, слово хорошо этимологизируется на карельской почве. Причем, скорее всего, что и записано это было, вероятно, у тех людей, которые имеют отношение к карельскому этносу. Потому что по различным источникам известно, что в окрестностях Книжой губы, в самой Книжой губе, жили семейства карелов. Так что вполне возможно, что функционирование этого слова в этом населенном пункте связано именно с этим локальным влиянием. Ну, вообще, слово такое, корень, по крайней мере, он представлен уже был в качестве единиц прибалтийско-финского происхождения. Но, тем не менее, вот в Колвице, ну, правда, Колвице – это тот населенный пункт, где проживали и проживают отчасти и до сих пор карелы. Но, тем не менее, так сказать, зафиксировано это было в русской речи. И, кроме того, тут уже, так сказать, мы имеем славообразовательное наращение. Так что эту единицу мы можем все-таки трактовать уже как, собственно, русскую. Хотя по происхождению она, конечно, заимствована из корейских источников. Но опять это было связано с подлёдным ловом рыбы-неводом. Причем, если говорить о подлёдном лове, то там действительно представлено немало единиц, которые можно связать с влиянием прибалтийско-финского языкового континуума. Дальше. А, ну, поскольку, так сказать, у меня была задача представить то, что я, так сказать, недавно стал трактовать как единицы финногорского происхождения, то на этом я, пожалуй, и ограничусь. В заключении только могу сказать следующее, что до сих пор встречаются на моём пути единицы, которые ранее никогда не анализировались с точки зрения этимологии, хотя представляют нередко такого рода единицы, по крайней мере, не исконного, а иноязычного происхождения. Тут я не представляю те слова, в отношении которых у меня нет никаких этимологических версий, хотя исконная версия уже исключена. Ну, например, там, варзей, мотылек, вонола, заболонь, сосны и прочее, прочее. Таких слов у меня десятки, и пока я нахожусь вот в раздумье, а что же это такое, причём у меня даже нет идей, на какой почве это нужно пытаться анализировать. Ну вот, на этом я и закончу. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok